Всем привет, здравствуйте, с вами Школка в Обществознании Мария Васильевна. В этом коротком видео я хочу рассказать вам про брачный договор. Вообще, в действительности заключение брачных договоров в России не очень популярно, хотя, в принципе, из года в год их заключается все больше. Но на ЕГЭ по Обществознанию каждый год и в первой, и во второй части экзамена про брачный договор спрашивают. Ну, видимо, наши составители готовят вас ко взрослой жизни. Давайте сейчас вместе разберемся, что же такое брачный договор, и пройдемся по всем пунктам, которые точно нужно знать для ЕГЭ. Поехали! Итак, брачный договор по определению – это соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов, уже находящихся в браке, регулирующих их имущественные отношения во время брака и или в случае его расторжения. Что здесь нужно вынести важного из определения? Во-первых, брачный договор можно заключить, будучи в браке, в любой момент. Вот если супруги хотят как-то четко, письменно урегулировать свои имущественные отношения, уже будучи в браке год, два, хоть десять, хоть двадцать лет, неважно. Никакой проблемы нет, можно составить брачный договор, его нужно обязательно нотариально заверить, и он вступит в силу, будет действовать. Брачный договор можно поменять любое, в принципе, количество раз, можно его аннулировать, но важно, что это делается только по обоюдному согласию супругов. И брачный договор не должен каким-то существенным образом ущемлять права одного из супруга. И, соответственно, форму брачного договора, да и содержание, чтобы там были только те пункты, которые могут регулироваться брачным договором, вот это все проверит нотариус. Любой брачный договор обязательно должен быть нотариально заверен, заверен у нотариуса, иначе он не сможет применяться, не будет просто иметь юридической силы. Итак, мы с вами определили, что супруги, будучи в браке, в любой момент могут составить брачный договор, изменить его и даже отменить, только важно по обоюдному согласию и заверить это дело у нотариуса. Но также брачный договор можно составить и до вступления в брак. Но важный момент при этом, что он, брачный договор, вступит в силу только после официальной регистрации брака в органах ЗАГС. То есть, например, жених с невестой хотят еще до брака определить все свои имущественные отношения заранее, чтобы сюрпризов не было. Вот они в письменной форме составляют брачный договор, опять же, обязательно заверяют у нотариуса, но до момента регистрации брака в ЗАГСе этот брачный договор, конечно, не применяется. Ну, потому что, например, вот там составили брачный договор, но потом поссорились и вообще не поженились. И тогда, понятное дело, брачный договор просто не работает. Обратите обязательно вот это условие внимание, потому что в 22-х задачках, там часто бывает брачный договор, прям бывает вот отдельный вопрос. Какое условие необходимо для вступления брачного договора в силу? И вот ответ именно, да, регистрация брака в органах ЗАГС. Имеется в виду, еще раз скажем, ситуация, когда до брака люди составили брачный договор. И, соответственно, после этого они женятся, регистрируют брак в органах ЗАГС, и вот этот вот письменный, нотариально заверенный брачный договор наконец вступает в силу. Дальше, следующий момент очень важный. В тестах, я думаю, многие из вас видели, есть такие задания на распределение, что регулируется и что не регулируется брачным договором. Смотрите, тут очень простая идея, которая поможет вам решить любое задание такого типа. Запомните, брачный договор регулирует только имущественные отношения, только имущественные. Все, что не имущественные отношения, все, что не вещи имеется в виду, никаким образом не может быть оформлено в брачном договоре. В брачном договоре супруги вправе определить способы участия в доходах друг друга. То есть, грубо говоря, кто кого содержит, кто кому сколько денег дает на расходы. Супруги вправе определить, какое имущество кому из них достанется в случае расторжения брака. То есть, если в какой-то момент люди решили развестись, они могут четко прописать в брачном договоре, что кому останется. При этом, если они не разведутся, то просто этот пункт не вступит в силу. Интересно, что брачный договор может быть оформлен как в отношении имеющегося имущества, так и в отношении будущего имущества. Но, грубо говоря, супруги могут прописать, что если мы купим машину, а потом решим развестись, то, скажем, машина достанется жене, например, или мужу, или мы ее продадим, поделим деньги поровну. В принципе, это зависит уже от воли самих супругов, как они это все поделят. Важно, что обязательно письменно и с обоюдного согласия, еще расскажем, как в отношении имеющегося, так и в отношении возможного будущего имущества можно внести пункты в брачный договор. Итак, мы сказали, вопросы взаимного содержания, раздел имущества в случае расторжения брака, и еще брачный договор может регулировать несение каждым из супругов семейных расходов. То есть можно в брачном договоре прописать, например, что жена, скажем, платит за коммуналку и кредит за машину, а муж, например, платит ипотеку. Ну, как вариант. Или, например, все платит муж. Но в действительности, еще раз скажем, брачный договор не должен существенно ущемлять возможности одного из супругов. То есть тогда нотариус просто не зарегистрирует такой брачный договор. Это как раз на случай, если, например, представим себе, очень влюбленный, например, и очень богатый молодой человек как бы на все согласен, чтобы вот эта прекрасная девушка стала его женой, да, и согласен, в общем, в случае развода даже все ей отдать, лишь бы она вышла за него замуж. Вот такой брачный договор нотариус не должен заверить. Итак, мы сказали, только имущественные отношения регулируют брачный договор. Вопросы взаимного содержания, несения с супругами семейных расходов и раздел имущества в случае расторжения брака. И брачный договор не регулирует личные неимущественные отношения, не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов. То есть никак нельзя в брачном договоре прописать, например, что жена не может без согласия мужа поехать куда-нибудь в отпуск, командировку вообще уехать из города. Или что муж должен всегда ходить, я не знаю, там в костюме, не может ходить по дому, не знаю, там в шортах и майке, предположим. Нельзя написать, что жена там не имеет права как-то красить губы, например, или встречаться с какой-то подругой, а муж не должен ездить на рыбалку или там ходить с друзьями в баню. Вот все такие вещи, которые ограничивают правоспособность и дееспособность супругов, которые касаются неимущественных отношений. Вот это никаким образом не может регулироваться брачным договором. И очень важен вопрос детей. Постоянно тоже вы в тестах будете встречать, вот, например, с кем ребенок останется после брака, содержания детей. Я предлагаю запомнить так, дети это не имущество, дети это не вещи. А мы сказали, что брачный договор никаким образом не касается неимущественных отношений. Дети не имущество, не вещи. Никакие вопросы касаемо детей брачный договор не регулирует. Не только с кем он останется с мамой или с папой жить в случае развода, но даже какие-то вопросы содержания детей. Кто, например, за школу платит, а кто, не знаю, за стоматолога. Нет. Потому что воспитание детей, забота о них, это равное право и равная обязанность обоих родителей. Поэтому ничего про детей, какие бы у вас там ни были пункты, даже если там что-то имущественное, там содержание ребенка, нет, в брачном договоре это прописать нельзя. Вот, соответственно, если вы запомните, что брачный договор регулирует только имущественные и не регулирует личные и неимущественные отношения, то эти тесты будут прекрасно решаться. Вот так, друзья, если есть какие-то вопросы по этой актуальной и важной для будущего, ну и для ЕГЭ на самом деле, теме, пишите, с радостью отвечу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, также подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылочка в описании видео, там каждый день выходят полезные посты, полезная информация для ЕГЭ. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok